Харьковчане о нахождении в плену говорить не хотят. Выглядят уставшими и улыбаются редко, только при общении с родными. Уверяют, вспоминать обо всём, что пережили там, тяжело. По словам мужчин, им очень повезло вернуться домой живыми. Часть их сослуживцев погибли, часть до сих пор остаётся в плену. Переговоры об их освобождении велись больше месяца. В них участвовали и харьковские власти, и бойцы батальона «Айдар», и ветераны-афганцы из Луганской и Харьковской областей. «Они там просидели 41 день. К сожалению, процедура затягивалась по обмену. Мы несколько раз туда ездили, наверное, как минимум раз 10. Ездили к Атаману-Казицыну, вели переговоры по их освобождению. Слава Богу, ребята уже здесь, дома, со своими родными». Как утверждает Сергей Шонин, в плену над харьковчанами не издевались, не пытали, даже кормили. Три раза в день и последние пару недель разрешали связываться с родственниками. Однако родные и близкие бойцов уверяют, несмотря на щадящие условия, мужчины вернулись в тяжёлом психологическом состоянии и физически ослабленные. Некоторые даже похудели на 20 килограмм. Во время первой встречи после освобождения жёны не могли сдержать слёз и первые несколько минут просто стояли обнявшись и молчали. «Ждали мы их очень долго в Ивановской области. Приехали они ночью. Ну, наверное, слава Богу, что первое впечатление было в темноте, когда мы увидели. Но когда мы обняли и поняли, что обнять нечего. Слёзы, радости, что там. Без слов, можно сказать, без слов совершенно, потому что уже говорить нечего. Очень рады были видеть». На службу освобождённые из плена бойцы вернутся не сразу. Как говорят в региональном медиа-центре Минобороны, мужчины уже прошли все проверки в штабе АТО и, начиная с сегодняшнего дня, получили отпуск, который продлится 24 дня. В течение этого времени харьковчане смогут пообщаться с родными и близкими и пройти реабилитацию, во время которой с ними будут работать психологи. Также, по информации Харьковской обладминистрации, до конца августа бойцам восстановят паспорта, военные билеты и водительские права. Лариса Говина, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.